доброго всем времени братья и сестры ну многие наверное подумали причем тут сестры да ну девки у меня тоже время ты мне заказывают вот такие вот варианты и сегодня не об этом не виделись мы уже давно поэтому всех всех горячо приветствую кто еще не писался моего канала конечно и увидит данное видео у меня много о чем есть поговорить но сегодня обзор и поэтому будем делать обзор а это сегодня бритвки если можно так сказать из моно стали они дамаск но она не совсем моно сталь тут шаха 15 за месяц у 8 это пакеты кованые получается то есть пакет на небольшие из 6 штук были всего лишь таких толстых заготовок все это раскрывалась но весь смысл не даже не в этом а в том что я подогнал эластичность твердость стали к английским батчером это я захотел сделать для того чтобы вам было комфортно то есть привычно первую очередь и привычно также было бы в заточке то есть они затачиваются вот реально один в один как батчеры моя задумка сегодня во плоти и что ж хорош как говорится лала буду показывать вот этими рабочими драными руками они каждый день видит железо не просто видит грызут и поэтому вид у них не презентабельный но дело не в этом вот это вот акрил композитный японский еще то есть еще из японии заказывал старые добрые времена конфигурация это клины английские клины но у некоторых примеру то у этого клина выход на кромку но это не знаю поймете ли вы меня он ближе таком немецком типе не чисто английский выход и вот поэтому есть такая разница но я не знаю как вам это в двух словах объяснить но очень вот так в английский клин с выходом немецком стиле вот так вот это все говорит то есть тут вогнутость 75 процентов дальше что у нас у клей мушка я вот и воткнул здесь ничего не написал какой год так что запоминайте 23 это большие размерности то есть как бы это не стандарт бритвы обычно где-то вот вот такой вот длины а здесь лезвие более длинные мы в то же время широкой потому что английский клин практически в два раза уже да что я вам говорю давайте я вам покажу английский клин вот как то так в конце порежем волос я вот такая у всех вот от русской бритвы насечка очень очень достойная она реально держит она реально насечка насечка ну и что еще вам сказать то есть в остальном все стандарте там латунные шайбы все дела скольжение все ровно все четенько также тут все ровно горизонтальность выдержана все полированное кроме самих вот этих вот полотен потому что полотно полировать нельзя как нельзя можно но это можно попасть в просак и может быть видите там такой отблеск есть какой-то вот то есть получилось линия хамон они получали такой длительный отпуск эти клинки чтобы подогнать их под а вот именно эластичность и твердость английскую вот там какая-то линия такая идет она прям до стрия мне надо быть плохо видно ладно хотел их там протравить линию хамон резку сделать но он они будут ржаветь в этом месте быстро и сильно поэтому не стал вот не стал для этого нужно какой-то супер вдохновение и как будет рискануть я знаю что будет впоследствии также мне бывало иногда высказывать по поводу шайб у тебя шайбы большие туда-сюда у меня есть вырубки которые делают именно прям четко импортные такие старинные микро и микро тоники маленькие шайбы но вы же все и жалуетесь что эти маленькие шайбы они туда вминаются проваливаются и очень проблемы возникают технологии никто не отменял как бы зачем это все вот здесь вот меня за . получилось интересно конечно как интересно плохом смысле слова на грубом камне еще заскочил чуть выше 1 финишных они у меня по кромке бегали это так получилось потому что я затачиваюсь изоленты изолента сточилось и угол так вот то есть вот так вот и грубый камень взял чуть выше вот видите линию хамон она там такая выделяется вот здесь тоже на выделяется это все этот при этом при отпуске все это было вот я все сточил и все хорошо бреют волос но эти бритвы ну-ка принципе как и все наверное любят ремешок очень любит ремешку гонять ну и кстати по поводу заточки давайте пока это рассматриваем очередную бритву размерность у всех принципе одинаковые разные только вот за . там примеру вот этот крил по поводу заточки часто слышал в свой адрес и не только в свой адрес то что это молотый заусенец выпрямил и вот он рубит волосы заусенец чтобы у вас не было заусенца то есть как и у меня его никогда здесь не нет заусенца вообще просто нужно взять ремень полноценный на сайте он не черного цвета и вы забудьте что такое заусенец вообще правильно если вы гладите по гладкому ремню полированному естественного ваш заусенец никуда не девается он выглаживается и остается что в итоге позволяет бритве быстро затупиться и быть обманчиво острой вот и все все просто дальше вот они много необычные но и не скажу что напрямую суперская очередная бритвка но я вот не показываю насечки не у всех принципе одинаковая ну не совсем прям идеально одинаковые не могут быть потому что это ручная насечка то есть все не на штамповке сделано вот так вот там тоже видя такая линия хамон сейчас его протравить то она прям крепко выделиться дальше еще что не сказал пины впереди всегда чуть выше чем сзади для чего это делается чтобы вам потом сделать давайте скажу модным словом лифтинг но лифтинг это подтяжку то есть здесь подтяжка пришло не пригодится потому что этот материал акрил он не просаживается он не подвержен ничему не ссыханию и намыканию вообще ничему но привычка есть привычка надо начать надо делаю чуть выше именно для подтяжки если они были бы совсем такие прям вот микро то вот как здесь за 9 хоп и хоп вот он вы уже не смогли бы ее больше подтянуть никогда ну или только разобрать и заново все переделать вам она надо мне кажется вам она не надо все ровно закрывается так вот и к необычный необычный она тем необычные что принципе все это вроде бы одинаковые то что же самое все но я тут заморочился с вогнутостью но при этом оставив вот вот в этой плоскости вот в этой плоскости понимаете вот так вот все же тот же самый английский клин и поэтому она сейчас вот шваркать конечно поострее не очень приятно как бы не цепануть вот получалось получилось она вогнутая но конфигурации все равно клин все равно клин вот просто так захотелось потом пожалел конечно об этом что я так вот замутил эту всю муть и естественно в канитель вот в этой вот пока тут мудохался вот с этим вот спогнутостью немножко чуть забыл про кромку и вот она поэтому получилось такая широкая ну как-то забыл надо было ее еще немножко так немецком стиле хотя бы свести но я вот сделал четко в английском и поэтому заточка как у английского клина широкая вот так вот итак увеличил видео насколько мне это вообще позволяет технически и давайте я вам попробую показать прошлый раз получилось было видно волос прикладываем и раздваиваем и умедленно-медленно на 2 но со второго раза он уже редко раздваивается он открубается просто раздваивать с первое движение пытаюсь летает так я в камеру попадаю и опять же раздваивается надвое красиво это бритвка у нас с такой вот оправой это теперь оправой так смотрим попадаем раздваилось давайте сначала медленно буду показывать как она вдоль волос крошит ну не всегда так делать она отрубает больше отпрыгивает просто как сейчас раздваился но немного ну ладно давай теперь просто как у всех раздваился хотел этого обрубить что просто обрубился он на 2 вот так вот очередная опять повыпендриваться хочу с раздвоением волоса он уже дважды раздвоился трижды а теперь просто просто трубим и кстати чем длиннее волос уберете тем легче он трубается то есть все наоборот не как людей люди 5 обычно стараются брать поближе чтоб потуже подошел к стрию я наоборот делаю так что у меня вот чем длиннее тем веселей очередной экземпляр чик просто потом не было вопросов там бритва заточена за точно вот вроде весело как мяч просто как мяч это бритва чуть-чуть раздвоил она в принципе любит отрубать сразу это любая такого хотел любая бритва принципе так и хочет сделать но дело не в этом а дело в том что сколько бритовка каталась на ремне чем дольше накатается на ремне темно веселей все это рубасит здесь вот со звоном и слышно будет динка этого звенька это ну вот и закончен обзор и тест и хотел бы еще сказать о том что я не берусь за индивидуальные работы потому что ко мне это довольно таки часто с таким вопросом обращаются сделай мне бритву как я хочу или поменяем я праву не делаю это потому что я вообще этим занимаюсь раз в полгода примерно и поэтому я если заготавливать допустим вот там пины шайбы там материалы что-то еще я заготавливаю только пример под пять бритв все и чтобы мне собрать вам оправу надо реально сначала заняться заготовкой всеми делами а я всегда завален очень сильно работа и тут другой неизбрительный и поэтому у меня просто не сил не возможности не времени нет для этого и поэтому я хотел бы сказать чтобы вы на меня не бежали что ли потому что как бы я наверное расстраиваю людей своими отказами но я отказываю не потому что у меня нет желания вам что-то сделать а потому что у меня нет такой возможности ну и все вроде бы сказал приятно было увидаться поговорить с вами и надеюсь увидимся на следующем обзоре бритв хочется уже с дамаском поработать